А в Татьянин день праздновали студенты. Официальная встреча по традиции состоялась в МЦ Стекольный. На нее пригласили медалистов последней пятилетки, а ныне студентов самых престижных вузов. Для костей организаторы подготовили концерты, конкурсы. Как это было, расскажет Анастасия Галкина. Надежда и будущее округа. Студенты МГИМО, Вышки, Бауманки, Тимирязевки – это их праздник. И это наша традиция. Раз в год в Татьянин день собирать в МДЦ лучших из лучших. Управление образования традиционно собирает своих выпускников, которые когда-то на бале медалистов, на золотом балу в июне получали свои замечательные медали, свои аттестаты. Количество детей, получающих медали, от года в год у нас все больше и больше. Мы говорим о повышении качества образования, а значит и о повышении этого числа. Организаторы рассчитывали на 150. Именно столько медалистов за последнюю пятилетку дал Клинский округ. Все они успешно сдали ЕГЭ и поступили в самые авторитетные вузы страны. Бывшая ученица первой гимназии Анастасия Ковалева, будущий финансист, говорит, что экзаменов бояться не стоит. Нужно верить в себя и нацелиться на результат. Я сдавала ЕГЭ в прошлом году. И да, это было достаточно сложно, требовало огромной доли подготовки, самоподготовки во многом, самомотивации. Но благодаря ЕГЭ, да, я поступила в тот вуз, который я хотела, набрала большое количество баллов. И сейчас я учусь на первом курсе в высшей школе экономики на факультете мировой экономики, мировой политики. Всю талантливую молодежь обязательно ждут в родном городе, подчеркнула глава округа. Привлекательный социальный пакет для молодых специалистов сформирован и поддержка гарантирована на самом высоком уровне. Мы, конечно же, говорим о том, что те молодые специалисты, которые возвращаются в муниципалитет, пользуются приоритетным правом получения служебного жилья, если оно отсутствует у них как таковое. Мы говорим о поддержке в рамках педагогического сообщества. И, конечно же, все студенты, которые получают высшее образование, возвращаются в Клин. Это первая наша задача – их трудоустроить. На этот раз вечер проводился в форме интерактивного концерта. Как и положено задорному народу, студенты блистали смекалкой, артистизмом и эрудицией. А в качестве бонуса бывшие медалисты получили поздравления с праздником от пинчан. Пожелания мы собрали накануне на улицах города. Глава округа нашу инициативу поддержала. Что вы можете пожелать тоже своим… Терпения. Терпения, счастья, удачи. Удачи на экзаменах. Чтобы они любили то, чем они занимаются. Сейчас студенты отдыхают после зимней сессии. В аудитории они соберутся уже в начале февраля. Анастасия Галкина, Иван Першин, Анастасия Гарбузова. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok